Всем привет! С вами Ольга и канал Богуарт. И мы продолжаем доделывать уже нашего лося. Сейчас я вам покажу, что получается. Вот, что уже получается у нас. Ой, чуть не упал. Я ему сделала ручку за кадром, чтобы можно было выставить руку сразу. Вы уже это знаете, как делать. Я не стала в кадре делать. Так, положила собачку просто и руку выставила так, как он её будет держать. Вот, одну ручку сделала. И ещё я немножечко добавила низ пальто, потому что получились вот эти вот передние длинные, а сзади было вот так вот коротко. Я ему добавила так, чтобы как будто бы свисает пальто здесь в складке. Я думаю, что с этим вы уже справитесь. Вот, и осталось ему сделать вторую ручку и доделать руку и расписать его. И ещё я буду ему делать листья, вырезать так же, как делала в предыдущем мастер-классе, в первом мастер-классе по лосям. Вот, это не тканая салфетка, вот, которой я работала. Я вам уже показывала. Вот такие вот салфетки есть. Они у меня высохли. И я ими теперь пользуюсь в своих работах, когда мне нужно. Вот, я просто так же, как мы делали по принципу, так же, как мы делали зонтик. Я просто тоже его промазала клейстером, пропитала как следует. Дала ему чуть-чуть подсохнуть. Потом просто жидкие прям водой, краской, там, красный, оранжевый, зелёный, всё это хаотично так смешало. И когда она высыхает, она вот такая вот становится, бумага такая тонкая. И вот из неё мы делали листики в первом мастер-классе по лосю. Кто хочет сделать с листьями, тоже я не буду уже повторять этот процесс. Просто можно посмотреть, и он становится очень плотным. Можно пропитать сначала клеем ПВА с водой, потом клейстером. И пока он мокрый, прям по-мокрому его расписать в разноцветные краски осени, которые листья бывают жёлтые, оранжевые, красные, там, зелёные. Вот. И потом, когда она высыхает, можно будет вырезать потом листья. Листья – это для тех, кто захочет сделать листики. Вот. И осталось нам доделать вторую руку и расписать его. Я взяла ниточку специально вдвое вот так вот сложила и отмерила, сколько мне нужно с изгибом, потому что, чтобы выставить руку ему, линейкой сложно, а ниточка гнётся. Вот. И если её распрямить, то получается у нас, получается у меня, у меня рука, я по своим параметрам, у меня получилось 16 сантиметров длиной вот эта ниточка. И я отрезала вот такой отрезок. Отрезала отрезок такой из проволоки. Я пользуюсь проволокой один от 1,2 мм до 2 мм. В зависимости от того, какая проволока у меня есть в наличии. Это, во-первых. И второе, от того, что я делаю. Если это каркас, то я делаю проволоку потолще. Мне главное, чтобы она была мягкая и не ржавела. Это может быть и алюминиевая, как я уже говорила, и медная. Главное, чтобы она не ржавела через вату потом. Вот. И просто скручиваю и оставляю вот здесь такую ладошку. На ручку оставляю. Вот. А здесь у меня на сгиб ещё нужно будет на сгиб оставить. Вот. И я её сразу загну. Примерно на сгиб, сколько мне нужно. Вот. Можно сделать так же, как мы делали по принципу. что здесь я сгибаю в ладонь, в локте. Вот. И ладошку тоже сгибаю, потому что он будет обнимать собачку с другой стороны. Вот. Там руки не видно. Я её не нарисовала, потому что там её не видно. Ну, и не было особо детализировать этот набросок. Это даже не эскиз, а просто такой схематичный набросок. Вот. И примерно я знаю, где. Вот здесь. Здесь параллельно. Вот здесь под воротником. Нужно сделать, будет ему отверстие, чтобы потом вставить. Только что было шило. Вот. Чтобы вставить ему руку. И просто здесь смотрю, чтобы было на уровне. Оставить чуть-чуть на плечо. И вы уже всё это, все эти моменты, я знаю, кто со мной давно, вы уже всё это знаете. Я показываю просто уже для новичков. Ну, и заключить заключительный этап. Просто сейчас быстренько покажу, как делать ручку. Поэтому одну я уже сделала. Потому что вы уже такие мастера у меня, что вам уже это всё уже осилить просто не составит никакого труда. Вот. И я теперь должна вставить. И смотрю. Смотрю, как мне её нужно выставить примерно. Вот. Чтобы, знаете, иногда бывает, я смотрю работы. Там получается, если ручки неправильно выставлены, то получается, он вот держит с растопыренными руками. Или вообще не в попад. И получается, что выглядит это не очень естественно. У меня эта рука ещё мягкая. Она ещё до конца не высохла. И я её потом, когда вот эту ручку сделаю, я ему дам подсохнуть этой ручке тоже. Потом её вклею и выставлю правильную позу. Ему вот. И он уже будет высохнет правильно. Вот. И вот таким вот образом он у нас уже получится уже в такой правильной позе. Вот. И теперь мне нужно... Так. Теперь мне нужно это всё обклеить. Я буду обклеивать в этот раз просто сразу ватой, набирать объём. Вот. Я сейчас прямо вот в клейстер вот так обмакиваю. Полностью вот так обмакнула просто в клейстер. И теперь нужно, конечно же, набрать объём, как обычно. Вот. Опять-таки я показываю это больше для новичков. Те, кто только недавно присоединился. Ну, потому что мы постоянно делаем и руки, и ноги, и уже те, кто со мной давно, все уже это знают. И это уже такой процесс уже рутинный такой. Ничего нового. Просто можно это обклеить салфеткой. Опять-таки мы делали где-то салфеткой, где-то можно так же по принципу, как мы делали тоже руки, ноги в других прошлых мастер-классах. И здесь, кому как удобнее, можно просто сначала салфеточкой набрать объём, аккуратненько так посидеть. И потом сделать уже сверху ватой обклеить. Вот. А можно так же, как и я сейчас делаю. То есть, любым способом удобным можно это сделать. И спокойненько здесь потихонечку набрать объём. Вот. Да, насчёт голосования я вообще даже растерялась ещё больше. Потому что вы половина буквально за то, чтобы делать, начать детей, куколок каких-то там, человекообразных, человекоподобных персонажей. Кто-то за зайца. Я... У нас в Америке Пасха будет 9 апреля. А по православному, по-моему, чуть позже, я не помню, по-моему, 16-го, кажется. Если я не ошибаюсь, я точно не помню. И я даже не знаю, успеем мы или нет сделать зайку пасхальную. Композицию я делать не буду. Я уже говорила, что я делаю игрушки только для ёлки. Можно сделать, просто размеры увеличить и сделать подставочку. И сделать какую-то композицию, добавить там ещё чего-то. Ну вот. Сейчас в интернете много пасхальных тем. И Марина Колпахчан делает сейчас зайчика. И ещё в основном это темы цыплята, зайчики, яйца и так далее. Ну, как обычно в пасхальную вербу и всё такое, цветочки. Вот. И я думаю, что у нас ещё впереди галерея. Я должна сделать в конце марта уже, сейчас здесь кусочек вот этот на локоть прилеплю, причеплю, говорю, заговариваюсь, извините. Вот. И я галерея. И потом у нас будет ещё конкурс, который я должна буду объявить победителя. Вот. И сделать посылочки, и посылочки для победителя, и отправить это. И ещё, как и обещала, у нас будет с вами прямой эфир, знакомства, вопросы, ответы, на которые я буду за все это время накопила, из которых вопросов. Вы можете ещё задавать вопросы, мне писать. Вот. Будет ещё такой прямой эфир с вопросами, ответами, которые вы мне задавали. Вот. И сейчас я вот это вот всё, что тянется, сюда прям вот так вот. Вот. И пока я просто накручиваю объём и сглаживаю таким образом. Так вот. И поэтому я даже не знаю, успеем ли мы сделать прям пасхальную такую работу. Но всё равно хочется такого чего-то весеннего. И пусть это будет не яйца, пусть это будет немножечко другое. Но в итоге я всё-таки думаю, что мы сделаем этого всё-таки зайца, кролика. Вот. Просто мы сделаем его из, ну, такой весеннюю композицию. А там уже не композицию, а работу. А там уже можно будет такой персонаж весны такой. А там уже можно будет по желанию, если будем успевать, то можно добавить будет какие-то атрибуты, которые ассоциируются именно с Пасхой. Вот. В общем, зайц будет всё-таки, и мы его сделаем. Просто не уверена, что прям к Пасхе. Но он будет. И потом уже мы перейдём с вами на персонажей человекоподобных таких. И там дальше уже посмотрим, что будет дальше. Я ещё хотела, как и обещала, сделать котиков, которых я показывала. Только уже мы сделаем их более усложнённые. Эти коты делаются, вот эти влюблённые коты, которых я показывала, они делаются очень легко и очень быстро. Без каркасов они делают. Я их делала. Я тогда не знала, что можно вообще какой-то каркас делать или вообще что-то такое. Это потому что моя первая работа была пробная. Я хотела понять, подружусь ли я с ватой. И тогда мне казалось, что нет, это не моё. Всё так было очень с этим клеем ПВА, с водой и с такой ватой некачественной. А, это даже не вата была. Да, я даже не помню. Я её делала из ваты какой-то с вкраплениями. Потом сверху разбирала вот эти вот ватные шарики. И всё это так очень долго сохло с этим клеем ПВА, с водой, что я так была разочарована. В плане того, что я думаю, ну нет, это так долго. Не делать долго, а сохнет долго. И, в общем, я подумала, что это не моё, пока не нашла свой путь, какое-то решение для себя. Я не приняла какое-то, что-то такое, чтобы облегчило всё это. Вот. И поэтому сделаем ещё котов, только сделаем их уже более интересными, более... Такую работу над ошибками будет у меня вместе с вами. Вот. Поэтому сейчас пока будет вот галерею, пока соберу, пока конкурс будет, пока вопросы на ответы... Ответы на вопросы. Я думаю, что к Пасхе прям мы не успеем. И всё-таки... Вот. Да. И хотела ещё, знаете, сказать вам такой вариант подставки. Вот. И подставки для композиции, если вы будете делать для... Ляльчика... Сейчас я возьму Ляльечку. Она тут ходит, храпит, крыкает, потому что она хочет к маме на ручки, а мама её не берёт. И... Да. Девочкам и мальчикам привет. Да. Вот. И... Вот. Поздороваемся. Ляльечка будет смотреть, сидеть. Да. И хрюкать опять. И... Пришла мне в голову такая идея. Помните, когда я показывала, как делать подставку, чтобы снималась композиция. Работу можно было... Можно было снять её с подставки. Можно ещё сделать, знаете, такие есть липучки, которые прилипляются на сумку, на одежду, на карманы. Такие липучие такая лента. Одна сторона... Одна часть у неё так... Одна... Одной такой... Как там называется? Материал такой, который друг с дружкой, они прилипаются. Ну, я думаю, что вы поняли, о чём я говорю. Вот. И можно сделать... Также вырезать из неё... Она продаётся, такая лента. Вырезать из неё такие аккуратненькие кружочки. Допустим, на подошву здесь-то прилепить, да? Кружочки. И на подставочку. И потом просто её прилеплять. Ой, лосик наш убежал. Вот. И... Как вариант тоже ещё можно так сделать. Чтобы потом можно было снимать, например, с подставочки. И... Вешать на ёлочку. Вот. Ляльчка, да. Сиди, точечка. Сиди, моя девочка. Сиди, сейчас мама вот так сделает. Покажем вот так вот всем, как мама здесь возякается руками. Всё здесь прилепилось. Вот. Я пальчиками разглаживаю. Опять. Я не стала ему делать лапки такие, как копыта. Я просто сделала, знаете, как у мягких игрушек. Просто будет такая имитация лапки. И как бы... И всё. Мне почему-то копыта... Мне не хочется делать копытами. Вот. Можно сделать и как копытце, кому как больше нравится. Но я уже... Я почему-то для себя вижу такой вариант. Мне так больше захотелось. И я поэтому... Да. И у нас заканчивается мастер-класс. Подходит потихонечку к концу полоси. Останется его расписать. Как я уже сказала, усадить всё при... собрать полностью весь персонаж. Вот. И... Всё. Мы переходим потом... Уже немножечко хочется остановиться на... На детках, на людях. И... Ну, периодически я всё равно не смогу, конечно, без детей. Ой, без... Животных. Без зверюшек таких. Вот. И... всё равно будем делать и котиков, и зайчиков, и... Периодически менять что-то. Вот. И... потом я вам ещё расскажу о своём новом проекте тоже и о своих планах на будущее. Вот. Ну, это... Я сниму отдельное видео по... по тому, что я собираюсь ещё делать. И расскажу вам отдельно. и хотелось бы потом посмотреть, ну, послушать, почитать ваше мнение об этом. Вот. И хочу ещё сказать, что я... я хочу, чтобы не обижались те, кто я... кому я не успеваю ответить сразу. Я не знаю, по каким... как действует ещё YouTube. Дело в том, что он, видимо, когда скапливается большое количество сообщений, он... первые сообщения, он их, видимо, как-то удаляет, либо там ещё отправляется на проверку какие-то. И я, если сразу вдруг не успела ответить и прошёл день или два, допустим, да, я иногда не успеваю. Хочу, чтобы вы не обижались на меня. Я всем хочу ответить обязательно, но просто иногда сажусь, думаю, сейчас я отвечу на все вопросы и смотрю, и нету этих комментариев, которые я... на которые я хотела ответить. они куда-то исчезают. И не потому, что я не отвечаю кому-то или выборочно нет девочки и мальчики, нет, абсолютно нет. Это я не понимаю, каким образом они куда-то удаляются. И потом я не могу их найти. Вот, поэтому... Так, теперь я хочу оформить рукавчик ему. сейчас я вымою руки, потому что у меня подсох клейстер на руках и я не могу уже работать так, чтобы не липло. ляльчика спит. Нет, не спишь. Вот. мне здесь помощница в кавычках мешает руки на вытянутых руках. Не двигай тарелочку, не надо двигать, не надо лапками здесь так делать. Девочка мне видно будет и мальчик мне будет видно. Да. Так я ее заворачиваю сначала до локтя. За кисточкой когда начинает тянуться клейстер густой и он очень быстро сохнет. и вот так вот я потихонечку все заматываю, набирая объем на рукавчик. Да, я еще сейчас готовлю работу на выставку, международную выставку. Первый раз я буду принимать участие, я решилась наконец-то принять участие в конкурсе. Там будут жюри, будут критики и я сейчас работаю над очень серьезной работой еще к тому же мне же мало того, что я делаю книгу, того, что я делаю с вами, того, что я занимаюсь еще бизнесом, как все знают, ля, лей, маня. Так, сейчас едет полицейская машина, главный зачинщик арестован, поэтому здесь таких громкостей громко не будет, нельзя. Но кто себя ведет так плохо? Кто бабка-ешка у меня? Это кто бабки-ешки? Видите, на шепот перешли. так. И поэтому сейчас у меня загруженность еще больше, но это сейчас я расскажу немножечко про международный конкурс. У нас в Америке есть международная ассоциация художников-кукольников, и чтобы туда попасть, нужно сначала предоставить свою работу критикам. Критики будут критиковать все от лепки до одежды, до росписи, в общем, до композиции. В общем, там серьезные люди сидят, и они очень серьезно судят. Ляля, это что такое? Кто бабка-ешка у меня? но нельзя. Сейчас мама поругается. Там полицейские едут, и вот но так, это что такое? Я извиняюсь, но ничего не поделаешь, тут такая история. так, все, тишина. Нельзя. Но, ляля, это кто бабка-ешка у меня? Не знаю, почему так на них сигнал это действует, но они его с детства не любят. Вот, и пока мы здесь, пока я вам рассказывала, набрала объем на ручку, и хотела рассказать, что я это делаю не для того, чтобы получить какие-то призы или регалии какие-то, или еще что-то. Я просто давно занимаюсь куклами, и я их прячу в коробку, так сказать, в копилку, потому что у меня есть свои планы. Я обещала вам показать своих кукол, которые я делаю, я имею в виду серьезных кукол, не куклешек, а именно серьезные куклы, которые которых я делаю. я вам обязательно их покажу, сейчас еще немножечко дайте мне время, я сделаю галерею и покажу вам со своими работами уже. Вот. Я это делаю для того, чтобы я, знаете, немножечко застряла в чем-то, и мне очень нужно, чтобы, потому что когда приходят мои подруги и так далее, они, понятно, что все, кто видели, они восхищаются, но мне нужно такое объективное мнение со стороны профессионалов. Я хочу для себя понять, надо, что мне нужно делать, куда мне еще расти, и что, чтобы настоящие профессиональные критики. Я, видите, локоть сейчас делаю. Локоть нужно делать обязательно, иначе они такие будут покаты неестественные немножечко. Вот. И прикладываю кусочек и смотрю, где у меня локоток будет. вот здесь хорошенечко нужно его примазать и обозначить его обязательно, потому что без локтей, без пяточек, без коленок смотрится немножечко неестественно. Вот. Так вот. Я решилась в этом году поехать, и поэтому сейчас я работаю над очень серьезной работой. И это тоже сейчас занимает у меня время. Я в будущем хочу еще перейти, полностью уйти в творчество и сделать это основным занятием моей жизни. Вот. Потому что я долго сомневалась, надо мне это, не надо, как бы делала и себе и делала. Но сейчас я пришла к такому заключению, что я без этого жить не смогу. Это моя жизнь, это все, что я хочу, чем заниматься в жизни. Я сейчас медленно, постепенно начинаю подготавливать все для того, чтобы полностью уйти в эту деятельность, в эту сферу. Вот. и теперь вот здесь, где у нас локоток, нужно здесь это все обозначить, потому что здесь сделать складочки, потому что здесь у нас пальто в локте, оно собирается, как мы знаем, да, все, кто, когда мы руку сгибаем, у нас обязательно здесь образовываются такие складки. Вот. Здесь, когда еще подсохнет, вот сейчас пока по-мокрому, складки обозначать еще не так хорошо. Вот, когда чуть-чуть подсыхает, вот тогда уже здесь можно будет дооформить. Вот. И сейчас пока вот здесь это тоже нужно обозначить будет рукав и еще вот здесь на рукаве нужно будет тоже добрать форму, когда это чуть-чуть подхватится. Немножечко клейстер. Сейчас, Лялечка, я знаю, что устала. Сейчас я тебя сниму. Вот. И сейчас я это немножечко подсушу. Вот. И мы с вами продолжим. Так. Ну вот, продолжаем. У меня, видите, вот эта заготовочка, которую мы сделали, она у меня высохла. Я ее в духовку положила, и она у меня вся высохла. Так. И теперь я ее примеряю. Здесь у меня уже отверстие готовое. Я вот здесь еще немножечко ручку прошла, пока ждала. У меня в духовке достаточно быстро высыхает заготовка, поэтому сейчас что-то она у меня не лезет, потому что там вата сверху высохла. Я сделаю побольше отверстия здесь, ну, пошире. Так. и уже можно вставить. У нас весна во все, и девочки, на них это тоже действует, по всей видимости, хотя они и без весны у меня хулиганят, но тут прям вообще у нас еще какие-то коты соседские вечерами. Так. Вот. Не хочется мне совсем лапку закрывать и вот пока еще на этом этапе я могу еще формировать так, как мне хочется вот эту вот руку, так называемую. Вот. И формировать ее так, как мне нужно будет. Можно ее вот так вот вниз немножко отпустить, так, чтобы она немножечко может быть свисала у него. вот здесь уже можно пофантазировать, как она будет выглядеть лучше. Может быть ее нужно было вообще распрямить, чтобы она у него висела. Вот здесь вот немножечко пальто растопырено. Его можно просто будет смочить, размочить вот здесь вдавить, чтобы не были у него слишком растопыренные руки в разные стороны. Вот. И чтобы объема меньше занимало. И я здесь свежее у меня еще. Я сейчас посмотрю, как лучше будет. Если вдруг такая ситуация, что вам нужно изменить позу, а уже все высохло, просто водой вот так вот смочить, размочить вот этот верхний слой, пока он не прокрашенный, пока мы его еще не залакировали. вот здесь можно все это еще подправить, хорошенечко размочить водичкой и дать им немножечко постоять. И когда оно все уже сейчас видите, оно размокает и можно это все дело вот так вот приминать. Видите, спокойно здесь можно будет сделать вмятинку такую. Вот. И я простите нацветение начинается. И я хочу его немножечко так вот придавить ручку и вот здесь это еще здесь такое дело сейчас знаете когда можно что-то лишнее вот оно сухое можно что-то подрезать это вата когда сухая она очень хорошо режется вот чтобы он у нас был такой поза чтобы была правильная для меня как для кукольника поза очень большое значение имеет чтобы он не был такой крабом такой знаете руки крабом такие растопыренные и пальцы растопыренные и чтобы это было выглядело все естественно я лучше переделаю руку но все равно добьюсь той позы которую бы я хотела и тем более что здесь ничего ломать не нужно здесь просто нужно вот так вот видите размокловато ее легко можно вдавить здесь еще доработать можно немножечко где-то ну вот и хочется чтобы она у него может быть даже сейчас может быть даже вообще чтобы она у него вниз вот так вот висела просто такое у него меланхолия такая знаете лирическое такое настроение я еще хочу вот здесь размочить немножечко вот и вот это вот так немножечко сюда давить так что творчество это это такое дело когда ты видишь то что ты хочешь видеть в представлении в своем невозможно рассчитать все абсолютно до мелочей ну если это статичная какая-то простая игрушка как мы делали первые мастер-классы то там можно все ну как-то все проще а когда это уже такой художественный какой-то образ да не просто там какая-то статичная игрушка и все то здесь немножечко нужно что-то корректировать как правило здесь не бывает так что все прям идеально сошлось и все вот ну все это все равно можно подогнать пусть у него рука будет так вот примерно вот и если я его усаживаю сюда вот там ручку просто нужно будет соединить приклеить нарастить немножечко объем вот как здесь просто довести до ума но самое главное это вы сделаете да но самое главное я хочу показать вам чтобы насколько важно здесь такие моменты чтобы поза была естественной такой знаете вот и зонтик потом я видите насколько он занял у меня чемодан весь место зонтик потом я просто вот так вот приклею сюда прям к чемодану и уже с этой стороны можно будет оформить его сделать какие-то наклейки и так далее это уже на ваше усмотрение как вы будете декорировать чемоданчик это уже вы посмотрите сами и вот что у нас получается в итоге вот и я сейчас доделаю ему вот эту руку ой извиняюсь доработаю ее вот я здесь вижу здесь мне нужно будет подрезать прям вот так вот я ее точно так же доработаю как вот эту ручку вот чтобы эфирное времени не тратить уже дальше то что вам уже это давно понятно и известно вот я здесь соединю сейчас кусочком ваты вот это вот все выровняю наберу немножко объем и потом когда все уже высохнет уже будем расписывать и я его хочу сказать что заранее прогрунтую его просто темно-коричневым цветом просто как чемодан мы красили я его весь затонирую умброй жженой коричневым цветом тоже не буду это делать уже в эфире потому что руки грязные здесь ничего интересного ничего нового просто весь прокрашу как чемодан весь абсолютно коричневым цветом потому что когда игрушка светлая белая как делали мы гусей там я не грунтовала потому что там светлые цвета а поскольку здесь очень много светотеней будет всяких оттенков коричневого и я буду переходить от темного к светлому вот так что я сейчас доделаю ручку загрунтую и мы начнем его расписывать так мои дорогие у меня здесь все подсохло я его как и хотела затонировала полностью коричневым цветом и теперь будем его расписывать почему я его затонировала коричневым цветом потому что я буду мне хочется чтобы тени были внутри глубокие и я в этот раз хочу идти от темного к светлому то есть будем осветлять и приклеила ему вот такие вот вырезала из вот этой салфетки нетканой заплатки сюда и сюда потому что здесь у меня по картинке вот здесь заплатка а здесь я просто уже вторую сделала так захотелось мне вот и давайте начнем уже вернее заканчивать будем лосика нашего так ну и и я хочу сделать его немножечко такого рыжеватого дело в том что если вы посмотрите фотографии настоящих осей то у них окрас такой очень разный на солнце он выглядит немножко рыжеватокаштановым таким в общем у него такие такая палитра цветов если разглядеть он такой даже где-то немножечко золотистый у него такая шерстка поэтому тут уже можно фантазировать опс много немножечко вот я взяла охру и взяла цвет слоновой кости вот и сейчас я хочу таким вот светлым оттеночком слишком светлый немножечко потемнее возьму я его вот так вот полностью пройдусь немножечко водички и когда краска вот такая вот немножко жидковатая то вот эти вот вот этот вот тон который я наложила изначально коричневый он будет немножечко проглядывать и таким образом не будет такого сплошного прокрашивания постепенно я его буду сейчас такой по ноздри вот здесь вот углубление где углубление коричневое там не нужно туда закрашивать там у нас затемнение и они таковыми должно остаться раньше до этого мы когда расписывали мы наоборот все темные сначала красились полностью там цветом а потом темные цвета все выделяли а здесь в этом случае я наоборот все светлые высветляю просто а там где углубление темное там пускай останется темным цветом и вот там вот в тех местах где совсем такие темные места я прям мокрой такой просто кисточкой почти без краски я обмакиваю салфеточку и таким светлым тоном прохожу потому что там где места темные они там и должны в углублениях остаться темными и чуть-чуть смачиваю такой вот жиденькой красочкой и все тонирую здесь чтобы получилась роспись живописной более живописной такой все-таки не сплошной такой то чем больше цветов в одной гамме например да ну тоже переборщить тут нельзя но делают нашу работу более живописной и вот там где вот смотрите где совсем темные места вот например там где ротик углубления я прям туда прям сильно краской не вхожу вот здесь темное место там тень я там совсем чуть-чуть прохожу то есть там где темное должно остаться темным не высветлять сильно почему-то мне захотелось его таким сделать немножечко рожевато охристым таким пусть будет такой ну кто со мной давно уже знает что я могу перекрасить потом что-то добавить еще мне нужно чтобы он постоял и поэтому вот когда задавали вопрос почему я не покрываю лаком на камеру чтобы все посмотрели как покрывать лаком вот по той простой причине что я прежде чем покрыть лаком мне нужно чтобы игрушка постояла я на него посмотрела какое-то время и потом я пойму надо мне что-то добавить или нет и если надо то я сначала ее доделаю полностью докрашу а потом уже я покрою лаком вот здесь очень светлое у нас место вот здесь вот мы значит его затылочку здесь больше вот здесь где темные места там меньше у меня краски вот этой же коричью этот охристый так и вот теперь я хочу чуть-чуть сухой полусухой краской вот такой беленькой я прям вот здесь светлые цвета места вот эти светлые прям еще раз выделю туда где падает свет на ноздри у него падает падать будет свет вот как освещение как идет вот так я и ничего не придумываю там мы мы сразу видим что такой полусухой кисточкой где у него тень идет я там меньше прохожу вот прям буквально чуть-чуть так и то же самое теперь у нас ручки и все открытые части тела получается это у нас руки я тоже их таким же охристом тонирую вот а там где темные места я прям чуть-чуть совсем капельку прохожусь просто чтобы поддержать цвет и на этой ручке также потому что они у нас вот эти вот места светлее попала какая-то сухая кусочка вот и а вот внутри они темнее поэтому там я не буду даже трогать потому что там темные места все вот все светлые места я выделила и вот теперь немножечко нужно еще посветлее вот здесь где светлые места которые выглядывают прям к свету вот а здесь уже темнее идет и то же самое теперь на ножках вот здесь это у нас открытые части тела и я прям прохожусь просто посередине так чтобы там где углубление под штанами и носки где углубление у нас там вот там чтобы осталось темным и поскольку здесь у нас света падает меньше то здесь белый вот такой слоновой кости цвет он не нужен здесь просто нужно затонировать вот просто отделить штаны носки от открытой части тела и я поэтому прохожусь именно там и еще имейте ввиду те кто присоединился если вы расписываете акрилом то акрил при высыхании темнеет то есть если мы сейчас думаем что он такой прям рыжий при рыжий нет он таким рыжим при рыжим не будет все равно он все равно немножечко потемнеет плюс у него есть коричневый подтон вот то есть он не будет все равно таким темным так вот части тела у меня готовы теперь сейчас здесь немножечко подсохнет и можно будет расписать глазки пока там еще сыро я начну расписывать ботинки раскрашивать даже вот и поскольку у меня подошва уже коричневая темная я ее не буду трогать мне нужно будет только сверху ботиночки вот и ботиночки я ему сделаю таким вот светло-серым цветом можно даже чуть-чуть потемнее сейчас посмотрю все делается по ходу ну нет у меня вот пускай вот такие будут они серенькие и опять таки я здесь прохожу если вот так попала краска у меня куда не нужно я просто мокрой кисточкой чистой обмакиваю ее об салфетку и вот это вот лишнее я снимаю и опять я прохожу вот на ботинках тоже есть светлые места а есть места где потемнее и вот теперь я смочу кисточку и вот здесь вот там где краешек у меня такой мокрой краской растушую она будет более светлее вернее она на подтоне вот на этом будет темнее а там где мне нужно сделать посветлее я просто ее не сильно развожу вот и потихонечку вот эти вот места затемнения даже вот там где вот внутри носки и обувь где заканчивается там места темные у нас поэтому там я буду оставляю их как они есть темными все все это тонирую потом когда мы все это раскрасим нам нужно будет еще выделить какие-то места которые темнее и светлее и светлее вступают уже более темные тона вступают уже те кто со мной уже расписывал раскрашиваю уже знают что в росписи всегда в маленькой игрушке я всегда делаю светотени можно просто раскрасить и и все но это конечно когда выделяем светотени конечно там нужно посидеть повозиться это такой уже процесс более медитативный ну у кого есть возможности по времени или просто желание такое то нужно будет более детально еще пройтись вот например вот здесь вот где подошва и каблучок мне хочется там еще пройтись темным темно-серым цветом потому что мне хочется еще разделить что там углубление подошвы и и саму саму обувь вот поэтому если я делаю с водичкой вот так вот то оно впитывается и выделяется коричневый под тон и получается очень интересный эффект каждый расписывает по-своему и каждый мастер и каждый художник вот я всегда делаю так как мне видится каждого свое видение даже росписи кто-то может быть просто хочет поярче сделать игрушку не в таких тонах а в других каких-то другой гамме вы можете расписать на свой вкус и по своему желанию тем более что это игрушка на елку и многим хочется сделать ее более яркой посветлее вот ну поскольку я уже говорила что я придерживаюсь одного тонна и одной гаммы потому что мне это очень нравится и я поэтому буду делать так как я уже хочу но вы можете расписать в любой другой гамме какой вам пожелается самое главное что я уже говорила что если вы расписываете яркими цветами игрушку то там нужно очень правильно подобрать цвета и чтобы не было такого диссонанса такого сильного вот а если вы расписываете пастельными цветами то они очень дружат между собой даже если их много но считается что если яркие краски то считается что нужно в одной игрушке использовать не более трех цветов ярких помимо основных там коричневый белый черный или там серый если это какой-то красный зеленый яркие цвета то говорят что нужно их сочетать но использовать не больше трех я никогда нет я делала я делала игрушки не игрушки а куклы наряды делала в разных гаммах но у меня и там там было не только один цвет там там было ой не только три цвета там вообще была куча цветов но я пользовалась всегда пастельными цветами у меня есть куклы где есть очень яркие наряды это такие венецианские куклы венецианских нарядах как мы знаем венецианские наряды они очень яркие и вот там вот мне чтобы подобрать им правильный костюм сделать и чтобы это все сочеталось и чтобы это не выглядело вообще безвкусно я над этими костюмами сидела и думала наверное месяца три честно вам скажу и что-то рисовала потом сочетала переделывала мне не нравилось я снова переделывала потому что что-то не так то что мне хотелось и я переделывала вот и здесь конечно проще здесь просто перекрасила и все а там представьте себе если это ткань да еще на на таких куклах я как правило использую самую дорогую качественную ткань вот и самую натуральную только натуральные только материалы и мне приходилось даже переделать полностью костюм потому что он этой кукле не шел потому что я видела что что-то что-то мне не нравилось что-то и мне приходилось перешивать и корсеты и костюмы все и переделывать в общем это на самом деле не так просто подобрать костюм целое направление целая профессия вот а в елочной игрушке которую мы сейчас с вами творим это очень сделать просто перекрасила и все поэтому ничего не бойтесь экспериментируйте и еще если вы экспериментируете попробуйте сначала что-то такое набросать на бумагу на бумажке какой-нибудь рисуночек и попробуйте те цвета которые вы хотите использовать на игрушке попробуйте сначала на бумаге и посмотрите нравится ли вам сочетание вот если вам все нравится то можно смело приступать к росписи а если нет то это бумага она все стерпит ну и бывает так что на бумаге нравится на игрушке нет тут тоже можно все перекрасить все-таки здесь это проще сделать чем шить наряд и потом перекраивать ну такое вот дело вот и я покрасила носочки пока это вот так все пока я просто раскрашиваю базовые тона я задаю сначала базу какого цвета будет у меня основной тон вот и потом уже я буду делать уже роспись вот и сейчас я хочу раскрасить штаны и раскрашивать я их буду уже темно-серым сейчас его перемешала вот и полосочки я буду делать наверное ему на штанах другого цвета сейчас по ходу по ходу дела все посмотрим я вот набросала просто цвет на этом на рисунке который я вам предоставила там для как эскиз вот на этом рисунке для ориентира и вы можете не обязательно делать пальто в клеточку или там еще как-то вот я заплатку тоже пока покрашу в такой цвет просто такой под тон такой подложку делаю такую сначала вот и вы можете также варьировать цвет рисунок можно сделать такими знаете такие как галочки имитацию такого драпа может быть или еще что-нибудь можно можно расписать по-другому посмотреть мужское пальто например в интернете просто открыть посмотреть как можно расписать мужское пальто здесь конечно когда мы расписываем персонаж мужского пола то тут особо не разгуляешься как бы да цветовая гамма такая понятная вот но если пофантазировать можно сделать пальто синее серым там или еще какое-то вот то есть выбрать такие тона которые подходят мужчинам как как носили да но сделать потом просто рисунок и расписать чтобы сделать его более интересным и тогда можно вообще знаете это же все-таки стилизация это же не обязательно прям делать ему одежду такую которую носили мужчины можно вообще его расписать в любых тонах там желтое пальто там зеленые штаны но самое главное чтобы это было в пастельных тонах только в том случае он не будет выглядеть клоуном вот все-таки это уважаемый лось он серьезный мужчина он пожилой он такой уже достаточно взрослый мудрый вот и поэтому это образ такой который тоже можно ну особо здесь не разгуляешься в плане цветовой гаммы ну иначе он будет выглядеть смешным хотя тоже почему нет ну в общем тут как уже кто как захочет так и это таракотовый у меня цвет я вообще люблю охру таракоту вот такие натуральные цвета это прям моя болезнь и я немножечко сюда хочу вмешать светлого вот и сейчас он выглядит слишком светлым но потом когда я буду ему рисовать уже расписывать делать ему рисунок на на пальто он немножечко приглушенный будет так вот я здесь закрыла складки краской а мне нужно чтобы они были затемненные и поэтому я вот кисточкой пока разговаривала неправильно чуть-чуть сделала нужно было пройтись поверху поверху только и более жидкой красочкой не плотной как я сделала жидкой потому что весь подтон у меня закрылся я поэтому сейчас помою кисть и вот эти вот по верхам просто уберу эту лишнюю краску или даже можно еще проще сделать просто взять салфеточку и вот это вот все лишнее постирать чтобы у меня остался подтон иначе для чего я его делала так вот подворотником я тоже туда не иду потому что мне нужно чтобы там остались затемнения здесь тоже должны быть затемнения но там уже будет у нас пальто лежать на чемодане поэтому я там не буду трогать особо вот и где-то салфеточкой вот этим нетканым полотном вот этим я где-то лишнюю краску убираю и вот здесь вот тоже видите здесь складочки и я тоже только по верху иду вот чтобы мне нужно чтобы эти складочки остались наверху и вернее чтобы они выделились и я поэтому вглубь не прохожу таким образом они еще больше выделяются так где-то я вот здесь светлые места здесь где падает свет у него потому что это же выпуклые места вот я их просто мокрой красочкой еще раз промакиваю прокрашиваю мокрой краской пропитываю как бы и оно все впитывается то что мне нужно вот теперь вот здесь вот эти вот места ух ты много взяла вот эти места тоже прохожусь так где-то полусухой кисточкой делаю а где-то наоборот очень влажный такой мокрой делаю чтобы таким образом когда она впитывается регулируется вот здесь например плечо я здесь побольше сделаю и немножко растушую регулируется яркость краски это как раз то что нужно чтобы краска была там где нужно чуть-чуть пожиже там где нужно чуть-чуть погуще вот и теперь вот здесь вот в местах сгиба мне нужно пройтись опять такой светлый но густой полусухой краской такой лишний я скидываю и вот таким образом я прохожусь и вот теперь я здесь подсохла здесь то же самое я делаю вот здесь это плечо оно тоже выпуклость имеет вот эта вот часть рукава руки да с рукавом месте она тоже здесь выпуклая и я уже здесь прохожусь полусухой кисточкой так так вот эти вот места у нас будут темнее чем например плечи и спина и вот я потихонечку здесь все выделяю а вот здесь то что внизу осталось коричневый вот этот подложку которую мы сделали основной тон там он останется темным потому что там будет тень там темно поэтому там не может быть таким ярким свет цвет вот и потихонечку вот так вот мы идем от темного к светлому вот вот видите она впитывается краской становится темнее то есть нету такого вот прям как она изначально была рыжая такая терракотовая уже такого цвета нету но тем не менее я должна выделить здесь все равно видите как она впиталась и все и уже нету такой яркости уже такой приглушенная все и вот там где складки там осталось темно темные места остались были темными так пока это вот так теперь воротник воротник я хочу ему сделать прям вот такого вот светлого цвета чтобы он был светлее потому что это у меня по задумке это другой материал как бы у него там и я его просто прокрашиваю такую подложку тоже делаю сейчас я вот здесь немножечко заляпала вылезла вот здесь вот видите просто кисточкой мокрой немножечко его здесь то закрашу чтобы он отделился просто здесь а вот там места где где темно видите там я не трогаю там пускай остается коричневым я туда не захожу и здесь тоже с краев вот с краешку воротника я тоже туда не иду потому что там должно остаться темно тень такая и вот простите когда он высохнет сейчас он еще сырой да потому что я с водой крашу его и очень хорошо разбавляю когда он высохнет краска будет темнее потому что она смешается с подтоном и она не будет такой слишком светлой как кусок такого полоски такой да прокрашенной поэтому я всегда много воды добавляю но не раскрашиваю не разбавленной такой плотной краской потому что становится намного живописнее краска растекается немножечко впитывается и получается очень интересно интересная роспись без особого такого труда да вот чтобы не сидеть не расписывать очень очень долго на самом деле все очень просто вот и здесь немножечко подправлю вот теперь я хочу выделить вот здесь рукава поярче немножко только с этой стороны и вот так растушевать его эту краску видите он он уже когда смешался цвет он уже становится не такой яркий и он уже и он не такой уже темный я имею ввиду сам лось уже не шоколадный а у него уже когда цвет появляется он становится уже не таким мрачным так и здесь тоже оранжевого немножечко не оранжевый простите сегодня много разговаривала опять и у меня садится голос вот и вот эти вот места все вот эти вот краешки все пока оно мокрое я выделяю их еще ярче вот таракотовым цветом здесь все нужно будет еще хорошо вот так вот все растушевать чтобы не было отдельных полосок таких знаете немножечко водички добавлю потому что здесь уже полоса темнее идет и поэтому я добавляю воды делаю краску не такой плотности и поэтому она при впитывании она соединяется с этой краской таким образом нету таких явных полосок видите вот здесь вот сколько я красила впиталась и уже не видно этой краски которую я выделяла поэтому я немножечко еще здесь добавлю и уже когда иду краешку здесь я уже с водичкой разбавляю краску более жидкую и вот эти вот складки по самым верхушкам здесь вот и вот эти вот тоже по самым верхушкам здесь просто прохожу чтобы еще раз хорошенечко выделить фактуру что там в этих местах падает свет и там светлее поэтому и вот эту здесь тоже по плечу немножечко пройдусь и растушевываю сразу водичкой чтобы чтобы не было сплошной такой краски вот здесь еще темнее хочется поярче сделать чуть-чуть тоже с водичкой при впитывании будет уже другой эффект ой залезла нечаянно не в ту краску так вот эти вот места у него тоже будут светлые хоть здесь и будет лежать собачка но сюда все равно сверху падает свет поэтому мы тоже их посветлее делаем вот здесь немножечко посветлее так вот видите воротничок я прошлась светлым цветом но он все равно выделился весь видите при впитывании темнее стал вот мне это и нужно мне не нужно чтобы он был совсем белый вот видно вам так теперь дальше поехали будем делать потом для для шляпы прошу прощения и я хочу чтобы он был примерно в тон зонтика шляпа чтобы была примерно в тон зонтика я возьму вот этот вот винный цвет и разбавила немножко водичкой и полностью все закрашиваю теперь и опять таки я прохожусь только по тем местам которые вернее не только по тем местам а стараюсь проходить поярче по тем местам которые более выпуклые у нас которые на которых падает свет вот вот так вот пока это будет рога не надо нам красные делать поэтому я там немножечко заляпала и убираю и уже такой полусухой кисточкой вот так вот все это прохожу конечно она не будет такая яркая потому что у нас коричневый подтон поэтому я добавлю сюда светлого еще и немножечко вот так вот там где падает свет сильно вот так немножечко пройдусь полусухой кисточкой сейчас когда вот это все мокрое оно все полностью растворится смешается и не будет такого уже яркого эффекта такого слишком такого едкого вот и теперь мне нужно пройтись под шляпой поскольку здесь темно это же тоже такая я вот кисточку немножечко обмакнула до суха вот то я здесь тоже должна оставить тень поэтому я сначала прошла вот здесь где светлое место прошла вот этим ярким цветом а теперь таким прям разбавленной такой вот красочкой я пройдусь дальше таким образом смешаю смешается она с коричневым цветом и там будет внутри будет темнее все равно потому что краска не плотная и конечно она не даст такой яркости вот когда я там видите заляпала немножечко красным я просто чистой кисточкой это все сухой убираю так и с этой стороны точно так же здесь здесь у нас зона вообще темная только вот эти вот торцы они получаются на свету поэтому я точно так же возьму водичкой прям вот так вот и аккуратненько вот и там внутри осталось коричневая вот пусть так оно и будет теперь так теперь надо доложить тон от тон так называемый на рожки и я хочу рожки сделать немножечко такого зеленоватого оттенка коричневого зеленоватого оттенка как я видела как они когда об деревья свои рога чешут вот они от от сока коры от всей этой вот зелени они немножечко такого имеет такой зеленоватый оттенок вот я туда немножечко серого добавила и вот у меня получился вот такой светло-буро-серый оттенок светло-буро-буро малиновый какой-то вот и вот этим вот вот этой водичкой поскольку здесь уже коричневый потом есть она когда смешается будет то что мне нужно и вот я нечаянно у меня потекла краска потому что я ее очень сильно набрала на кисточку много вот и теперь я вот этим вот коричневым опять крашу прохожусь пропитываю вот этот коричневый потом и при высыхании она не будет ни зеленая не такая не коричневая а именно такой цвет который имеет рога сейчас я вам попробую показать как я это попыталась передать на на рисунке вот здесь вот на иллюстрации видите он сам такой коричнево-золотистый получился а рога у него вот такого бурого коричневого цвета такого непонятного вот и это как раз то что я и хотела чтобы у них и рога и кожа ни одного ни одного цвета они различаются поэтому я решила и здесь также сделать мордочка еще не не до конца готова как вы понимаете это все только потом это мы делаем просто пока задаем нужную гамму до цветовую подложку такую которая будет основной служить основным потом это все нужно будет еще конечно же доработать там где очень коричневая туда не иду вот и я только прокрашиваю вот эти вот места и поскольку опять таки здесь падает свет а вот действие уже тень то здесь я больше высветляю этим же цветом краска у меня это закончилось и мало я взяла надо еще разбавить вот и у меня это вот такой зеленый цвет он такой болотный цвет оливковый он называется цвет зеленый оливковый цвет зеленого зеленых оливок вот и он действительно таковым является и вот здесь вот я опять смешивая его с этим серым вот и чуть-чуть пожиже мне нужно чтобы такая была жижца водичка и вот с этой стороны теперь я делаю то же самое так немножечко густоватая краска еще пожиже делаю водичкой такой мне нужно чтобы он впитался и смешался с коричневым подтоном одного раза будет достаточно видите он уже как поменял цвет то есть он был прямо такой коричневый вот если вот сравнить вот этот даже цвет ведь такой шоколадный этот уже немножечко поменял цвет уже смешался больше я не буду его проходить я не хочу чтобы рога были совсем зеленые но чтобы такой немножечко болотный такой оттенок у них был особенно знаете когда у них рожки такие еще бархатные вот и такой вот цвет видите как отличается после впитывания вот это и вот эту вот страна так а вот здесь я конечно сделаю в середине посветлее потому что здесь падает свет вот видите он впитался и здесь уже почти его не осталось такой уже он растворился я еще немножко хочу здесь добавить этого цвета я думала что одного раза будет достаточно оказывается нужно еще раз пройтись но уже так просто по верхам уже не прокрашиваю хорошо так просто по верху все больше я не хочу его зеленить их зеленить рожки я имею ввиду вот и теперь я хочу выделить вот такие вот осветлить немножечко вот эти вот верхушки потому что они еще более светлые чем сами рога потому что на них падает свет еще больше они самые близко кто находится потоку света основного и я немножечко их прокрашу сейчас с этой стороны так пройтись немножечко и с этой стороны главное чтобы не переборщить иначе будет эффект как будто у него они и ним покрылись ну хотя и осень почему бы и нет и теперь я влажной кисточкой там где уже чуть-чуть схватилась краска впиталась влажной кисточкой это все еще растушевываю видите чтобы не было вот таких вот границ у него чтобы они были растушеваны полностью вот и с этой стороны тоже так и теперь немножечко внутри вот здесь вот там где падает свет еще больше вот здесь где идет загиб до этих рожек загибаются они там света меньше поэтому я просто вот эту серединку растушевываю чуть-чуть много не надо вот кисточку опять немножечко просушила и растушевала серединку вот теперь они получились такие дальше мы идем дальше мы идем снова на ботинки пока верх сохнет мы идем опять вниз опять идем вниз и я здесь хочу где он у меня а вот вот он у меня этот цвет я хочу теперь взять темно-серый цвет которым я красила штаны и пройтись немножечко по краю ботиночка так и потихонечку вот так растушевываю и вот здесь вот тоже где темное место ботинка самые темные я уже залезла на подошву я потом ее подправлю уже там сидеть вымерять перед ну под камерой мне сложно вот и вот здесь вот самые темные места я просто их пройдусь пройдусь вот действие серой темной краской так так здесь хочу еще потемнее чуть-чуть сделать растушевываю и на этой подошве туфельки также потихонечку вот так растушевываю так вот здесь вот где под возле подошвы тоже вот здесь тоже прохожусь темным немножечко и здесь тоже с этой стороны и там где зона у нас совсем темная туда просто прохожусь там темно-серой краской так теперь я хочу взять ну в принципе можно и слоновой кости тоже цветом слоновой кости вот этой вот немножечко я ее взяла на кисточку и прям сухой такой кисточкой полусухой я вот эти вот места самые выпуклые хочу выделить и теперь возьму другую кисточку и вот это вот все нужно растушевать и здесь то же самое пока она пока краска свежая ее ее можно показана свеженькая ее можно растушевать как только она схватывается то тяжело уже поэтому сначала можно один сделать потом второй то я уже второй начала делать а он уже подсох поэтому и вот здесь вот вот эти места которые в середине которые они выделяются вот здесь это немножечко еще нанесу и сухой кисточкой полусухой такой влажной кисточкой так вот все это растушевываю чтобы границ не было нужно стереть вот эти вот границы чтобы она была не полосочкой а именно растушевка так все а там уже темные места там трогать я не буду и с этой стороны тоже самое вот здесь немножечко посерединке вот там где эти места выделяются больше всего и таким образом мы показываем еще больше объем и работа будет интереснее так теперь нужно взять коричневый уброженная у меня я ее перемешиваю и мне нужна буквально вот капелька такая больше мне не надо пока и теперь я вот это вот все еще раз ставлю пальчик всегда когда работаю с мелкими какими-то деталями я всегда ставлю палец как упор чтобы можно было сделать ровненько прицелиться туда куда мне нужно и аккуратно еще раз пройдусь по подошве чтобы ее еще больше отделить и убрать все погрешности которые я процессе намазюкала так по всей подошве аккуратненько прохожу видите там намазюкала там намазюкала задела вот и я всегда так сначала делаю потом задаю цвет основной который будет у меня являться основным и только затем я начинаю высветлять какие-то места которые еще нужно более высветлить что-то затемнять и потом уже я вижу как что мне хочется еще добавить или где-то приглушить и таким образом я понимаю тогда когда у меня уже все расписано весь подтон я уже понимаю что мне нужно делать поэтому я всегда делаю подтон даю ему высохнуть потому что при высыхании краска совсем по-другому выглядит чем мокрая и чтобы понимать это мне нужно дать ему высохнуть поэтому и только после этого я подбираю цвета для росписи подходящие под этот подтон например вот у меня на картинке у него такой цвет терракотовый но он немножечко охристый такой тоже вот и я когда буду делать ему теперь вот эти называют квадратики рисовать вот эту вот клеточку вот я должна буду сначала посмотреть как ведет себя краска уже по верху при высыхании при подборе например вот здесь вот когда я буду потому что когда я к сожалению когда перешла вот сюда на заплатку у меня закончилась память на карте и мне пришлось очистить все я сижу здесь с вами разговариваю и понимаю что что-то пошло не так и увидела уже что что прервалось я что я сделала я вот здесь с оплаточку прошлась коричневым цветом вот так потом кисточку промыла и влажной кисточкой вот это вот все просто границы все растушевала вот здесь 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 и здесь вот просто выделила заплатку получилось вот и чтобы ее было виднее так дальше а и и вот здесь тоже заплаточку нужно точно так же выделить вот также покажу как я там делала тоже прошлась коричневым и границы все растушевывать надо обязательно мы таким образом выделяем еще больше заплатку и она не получается такой знаете как слитная такая вот здесь много краски немножечко растушевываю и вот здесь тоже тень падает у меня от на улице темно у нас потому что дождь и пасмурно и совсем нету света от окна и поэтому этого света этого света наверно тоже даже не хватает поэтому я надеюсь что вам видно я вроде бы посмотрела по записи вроде бы видно так и теперь и вот эту заплатку я прокрасила вот этим светлым серым цветом вот здесь то прокрасила светлым так и теперь мне нужно сделать то же самое с этой заплаточкой вот я ее прям вот хочу тоже выделить и сделать посветлее такой мокренькой красочкой только ну края я не крашу прям сильно вот здесь посередине то что впиталось вот и она выделилась уже у нас таким образом так теперь здесь осталось нам расписать глазки конечно я потом еще мордочку буду дорабатывать коричневым таким образом сейчас я распишу глазки сначала здесь глазки все очень просто как мы уже расписывали я здесь особо не расписываю так прям чтобы как у людей то но все равно расписать надо у меня такая тоненькая кисточка я беру просто белого там его совсем капельку нужно поэтому я так прям из баночки чуть-чуть сюда вот его у меня белый цвет называется магнолия то есть он прям не чисто такой белый белый а такой цвет магнолия называется мне очень далеко и темно и не видно что я делаю как обычно вот поэтому я вот здесь это ляпнула уже куда не надо вот потому что я ничего далеко не могу увидеть там но мне надо чтобы хотя бы те кто знает уже те кто со мной был уже что-то делал со мной по мастер-классам тот уже знает что я покажу только один глазик хорошо потому что мне очень сложно второй вы уже я уверена справитесь теперь я возьму вот этот коричневый темный вот этот вот коричневый да и сейчас я кисточку промою чтобы не был белесый такой коричневый вот он прям у меня такой жиденький с водичкой чуть-чуть его и вот здесь то где по верху вот здесь вот такой вот сначала так понемножечку сначала чуть-чуть как полосочку сначала делаю выделяю глазик вокруг и так же по низу по низу сейчас я краски много взяла смотрите чтобы краски было совсем чуть-чуть на кончике чтобы не здесь залезла на белок немножечко сейчас я подправлю так вокруг сначала такую коричневую делаю ободочек такой чуть-чуть с водичкой разбавленную но она такая достаточно не жидкая пока и теперь как мы делали на заплатке я с водичкой уже беру так вот и потихонечку растушевываю наверх и снизу прям чуть-чуть чтобы не было ощущения что там синяк так я сейчас посмотрю что я делаю потому что мне не видно я наверное вот так переверну пока здесь еще немножечко хочу коричневого добавить так и вот здесь я вижу когда перевернула вы тоже переворачивайте все смотрите чтобы у вас все было аккуратно и чтобы было ровненько чтобы никуда там не залезть я уже не дышу называется что вообще так примерно вот так вот вот пока это вот так вот выглядит сейчас вот так и теперь темно-коричневый вот этим вот сейчас я промою кисточку теперь темно-коричневым я должна поставить нарисовать ему саму радужку и поскольку он смотрит вниз значит радужка у нас приближает приближается к глазу к низу не в бок не вниз а значит она белок остается позади глазика так и вот теперь я его могу закрасить вот так пока получается у нас там видите тень от шляпы даже здесь закрывает настолько шляпу у него такая которая действительно закрывает ему лук вот и теперь черным просто черным простым черным цветом нарисую ему зрачок так теперь я возьму немножечко немножечко вот этой вот цвет как он называется по-русски а его этот слоновая кость и вот здесь внизу немножечко ему под зрачком немножечко ему высветлю чуть-чуть чуть-чуть совсем там его почти не видно но он дает такой эффект объемных глазок таких и теперь и теперь возьму белый цвет и поставлю ему блик если свет падает у него сюда значит я поставлю один блик сюда вот и все с глазками глазик у нас готов один правда пока у меня одноглазы так и так теперь нужно я хочу пока подсохли у него носочки я хочу нарисовать ему полосочки вот и полосочки я хочу ему сделать таким горчичным цветом он называется античный золотой но он такой горчичного цвета такой вот как горчица вот прям вот такой горчичный цвет и я покажу на одной ножке на вторую вы уже сами распишите кому захочется так же потому что мне очень неудобно так ну и потом здесь ничего сложного нет полосочки и полосочки себе всегда ставлю пальчик таким образом я там чуть-чуть их видно на полосочку фиксирую пальчик таким образом потом конечно под лупой еще я все это подправлю так и теперь у нас идут полоски таким образом что я забывала про камеру пока здесь увлечена я извиняюсь если вдруг не увидели но здесь ничего такого нет теперь я их делаю по направлению вот сюда туда туда делаю по направлению и вот здесь уже это я вам просто показываю конечно полоски вы сможете нарисовать просто я показываю направление как оно по носочкам идет и вот здесь вот ну вот так вот и вот так вот и вот так вот и вот таким вот образом нужно будет это все доделать и продолжить мне это сделать очень сложно ничего не вижу так теперь нужно сделать мы таким образом вот из темного да мы идем к светлому потом и потом делаем такие яркие акценты светлые которые нашу игрушку из такой вот темной мрачной превратят в такую немножечко жизнерадостную повеселее цвет будет и это уже мы добиваемся это все уже такими вот акцентами небольшими он вроде бы будет в таких сдержанных тонах но вот эти вот акценты они ему придадут такой немножечко яркости и веселости вот теперь пуговки у меня пуговки будут коричневые и самое главное вот в эти вот отверстия где пуговки там должно быть прям потемнее потому что там у нас затемнение идут и таким образом мы еще больше покажем что что это пуговичка можно вообще ее не раскрашивать даже допустим а просто сделать акценты вот эти вот коричневые да если мы ее просто вот так вот даже оставим допустим да сейчас я можно можно просто акценты сделать такие а можно как я делаю сейчас прокрасить коричневыми коричневым цветом да сначала вот это вот все углубление прокрасить все и потом когда высохнет просто сверху сухой кисточкой любой добавить тот цвет которым была допустим вот она же охристая у нас вот немножечко вот так чуть-чуть и пуговичка будет вроде бы вроде бы того того же цвета но она будет темнее и за счет того что у нас в углублениях затемнение она будет выделяться как пуговичка а не просто как вот если вам видно так и выделила пуговички и теперь я хочу еще немножко поработать с мурточкой так я возьму теперь коричневый которым я красила полностью весь подтон вернее тонировала и теперь в местах где более углубленные места я буду проходить еще таким коричневым цветом это такой процесс долгий на самом деле вот когда роспись ну когда я расписываю конечно серьезные работы то я сижу там конечно я расписываю неделю а когда вот такая игрушка ну конечно я не буду ее расписывать неделю и даже не буду расписывать ее сидеть часами я просто ее когда потом вот такое вот делаю сейчас я здесь растушевываю все я потом просто смотрю что мне нужно еще затемнить что мне нужно еще выпилить осветлить где-то что-то и таким образом я добиваюсь эффекта более такого росписи более живописный такой но но я конечно не буду столько времени уделять ей смотрите я вот пальчиком вот так вот когда вот этой по мокрой краске иду здесь получается такой эффект неровностей и таким образом она дает такой эффект как сказать шерсти такой неровности у него же там все равно это же все у него мохнатое это же все у него заросшее такое вот и когда надо я вижу где еще добавить я вот так потихонечку добавляю вот здесь я думаю вам все уже понятно так теперь я хочу еще выделить черным цветом или даже лучше темно-коричневым вот этим же вот цветом я хочу сделать ему такие штрихи которые будут имитировать заплатку как ниточки только здесь нужно уже густой такой краской даже нет все таки черным будет лучше видно потому что на коричневым лучше будет наверное черным все таки либо я его смешаю просто потемнее сделаю с коричневым потому что его очень плохо видно я вообще черный цвет на куклах вообще нигде чистый черный цвет вообще не использую только зрачки если я делаю это все что я делаю и то куклам я их его все равно разбавляю черный цвет да здесь я наверное черным все таки вот и вот так вот потихонечку тоненькими такими полосочками я обозначаю что это можно этого не делать вот это уже на ваше усмотрение я уже сделала ну пока не знаю нравится мне это или нет но посмотрим посмотрим как это будет выглядеть я всегда смогу закрасить это если это мне не нравится так же и вы тоже всегда если вам что-то не нравится можно закрасить потому что все таки не всегда можно угадать нравится тебе это или не нравится вот но я уже сделаю там дальше аккуратно под лук и если мне это понравится вот примерно вот так вот чтобы если захотите можно и сверху сделать так же здесь уже будет все понятно вот и теперь а это черный у меня теперь я хочу коричневым вот этим цветом где-то у меня была моя драгоценная кисточка уже плотной красочкой у меня вот такая вот длинная кисть такая вот видите для росписи вот и теперь попробуем сделать ему клеточку я мы уже рисовали клеточку гусыни мы платок рисовали по моему только ей делали да поэтому ничего там сложного нету просто вы можете открыть последнюю часть гусыни которую со свечой и посмотреть еще раз как мы это делали я просто здесь немножечко сейчас попробую на кусочки вот можно делать клетку большую можно маленькую у него пальто я хочу сделать клетку побольше да как я уже говорила будем делать все таки зайку и я как уже сказала он будет скорее всего не пасхальный а скорее всего он будет весенний но это будет образ необычный и я сделаю я уже набросала немножечко кое-что я там буду корректировать вот и я вам обязательно покажу как только эскиз будет готов я вам сразу покажу да и после лося у нас идет уже галерея уже конец месяца будет и затем конкурс и я буду объявлять победителей ой оговорилась уже ладно я уже скажу что победитель будет не один потому что я просто не могу сделать одного победителя ну не хотела говорить и выдала короче секретик да победитель будет не один потому что мне очень сложно выбрать одного человека потому что это ну просто невозможно просто одного выбрать потому что у меня такие затруднения с этим выбрать победителя что я решила что будет не один и теперь платок когда мы расписывали платок гусени там конечно все было намного легче потому что потому что мы его раскладывали расписывали потом его просто размочили и наложили уложили складочки и все было проще здесь поскольку здесь изгибы все это нужно учесть вот примерно вот таким вот образом я сделаю ему клеточку и посмотрю еще может быть что то будет нужно будет добавить обычно я смотрю может быть что то добавить еще и возможно что потом еще вот таким вот светлым цветом вот этим вот цветом который называется слоновая кость я еще продублирую таким вот образом продублирую клеточку полоски вот так вот еще сделаю вот поскольку это ткань как куда подразумевается то здесь конечно не может быть все идеально ровно вот где то где то она пошире где то по поуже поскольку я делаю игрушки в одной гамме такой то приблизительной у меня они все будут сочетаться потому что они все у меня приглушенных таких пастельных тонаков где то охристые где то более такие светлые где то потемнее но для моей елки которую я себе делаю на елку игрушки поскольку у меня все в таком винтажном стиле то я и делаю все примерно в одной гамме мне так хочется я очень даже ну приветствую тех кто делает игрушки или собирает или вообще украшает елку в разных тонах да и делает ее разноцветной яркой такой и и когда это подобрано все со вкусом то это выглядит неплохо но это выглядит хорошо но у каждого свои предпочтения я люблю такую елку чтоб она была такая спокойная чтобы она глядя на нее когда горят свечи чтобы это было выглядело все умиротворенно ну вот примерно вот такая вот будет клетка у меня я еще не знаю может быть я ее немножечко изменю цвет может быть пока я еще не знаю пока мне нравится вот ну и осталось показать вам полоски как я сделаю как делать полоски ну полоски здесь по моему все очень просто я просто возьму где у меня вот этот вот серый цвет так тут я подевала черный я просто черный возьму и смешаю его немножечко вот с этим вот со всей этой кашей в любом случае когда все цвета смешиваешь они получаются серые такого серого цвета поэтому какой бы цвет не смешивали все равно если в нем присутствует черный то это будет серый просто он будет немножко разных оттенков я немножко коричневый сюда добавлю еще немножечко чего-нибудь добавлю и вот у меня получился такой глубокий такой интересный серый цвет и здесь я хочу просто ему сделать я даже не знаю светлее или нужно делать полоски или темнее я просто сейчас покажу а вы уже сами решите может быть даже коричневые полоски просто коричневые светлые сделать сейчас посмотрим и когда вы делаете полоску поскольку он сидит мы тоже делаем ее вот так по изгибу по изгибу может быть может быть я сделаю потом посветлее наоборот чтобы ее было видно может быть я ее продублирую так же как клеточку пока я еще не знаю а бедный почтальон как он не раздражается от того что его каждый день каждый божий день каждый божий день его облаивают одни и те же так ну вот я смотрю примерно да как это будет выглядеть вот пока высохнет я пока еще не знаю как это будет при высыхании посмотрим нравится мне это или нет вы тоже так же можете попробовать сначала смотреть при высыхании чем все расписывать а потом это все переделывать так на кусочки можно вот там чуть-чуть там чуть-чуть и смотреть уже нравится вам или нет если не нравится то можно в любой момент это все перекрасить хотя бы не все а этот кусочек уже будет легче вот дорогие мои останется мне только повырезать вот эти листики потом когда он будет весь высохший уже когда он просохнет весь когда его уже покрою лаком самый последний момент я его конечно покрою лаком дам его еще раз высохнуть и зонтик куда-нибудь прилеплю вот вот такая вот получается у нас игрушка композиция один глаз есть другого нету это все приклеится и я уже готовую работу покажу вам уже в следующем видео когда будет видео сначала будет видео которое галерея с вашими работами которая выйдет там я не смогу показать свою работу а потом уже когда у нас будет с вами личная встреча или следующий мастер-класс я уже вам покажу полностью ну примерно вы уже либо фотографию выложу в своем контенте вот примерно вы уже понимаете что уже видно я уже видела готовых лосиков уже которые сидят на чемоданчиках уже готовые работы очень хорошие и вот что получилось у нас вот но это уже заключительная лось уже больше лосей я конечно делать не буду вот будем делать следующие работы новые какие-то этапы вот ну все я благодарю вас за то что вы досмотрели до конца поставьте лайк если вам понравилось подпишитесь еще кто не подписался на мой канал и будем творить дальше с вами на сегодня все с вами была Ольга канал Бугуарт всем спасибо и до новых встреч всем пока до новых встреч